Бисмилля, лахамдулила, бассалату, ассаламу аля расулила, амма ба'ад, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем нашу лекцию по книге «Некоторые пользы» Суры Аль-Фатиха. И это последняя лекция по этой книге. И в конце книги спрашивающий задает несколько вопросов шейху Фаузану, да сохраните его Аллах, Аль-Асилату, вопросы, суалюн, вопрос, ахсаналлаху алейкум, фадилату шейхи, да воздаст вам Аллах благом, уважаемый шейх. Хаза Саилун Якулю, спрашивающий, говорит, накрау ваннасмау анмурджиатил фукахаи, мы читаем и слышим о мурджитах факихах, Фаарджу таудиха далека, прошу вас, разъясните это, аль-джавабу, ответ, мурджиатул фукахаи, ау мурджиату ахли сунна, мурджити факихи, или мурджити из числа ахли сунна, хумул ханафияту, это ханафити. Потому что они считают, что вера – это произнесение языком и убеждение сердцем. А что касается дел, то они говорят, что они, то есть дела, не входят в сущность веры. Но являются условием или дополнением к вере. Поэтому их назвали мурджитами, так как они откладывают дела от понятия веры. Так как их называют мурджитами, факихами, или мурджитами из числа ахли сунна, несомненно, это ошибка. Но важно то, что они являются наименее легким видом мурджитов, так как фаль мурджиты делятся на четыре вида. Первый вид – шару ахли сунна, хуже и самый отвратительный вид – это джахмиты, которые говорят – что вера – это просто знание в сердце, что вера – это просто знание об Аллахе, даже если оно не подтверждается языком и делами. Это худший вид – ирджа, то есть откладывание дел. Второй вид – это те, кто говорит, что вера – это только убеждение сердцем, без произнесения языком. Это мнение ашаритов. И третий вид – это те, кто говорит, что вера – это произнесение языком, даже если нет убеждения в сердце. И четвертый вид – это те, кто говорит, что вера – это убеждение сердцем и произнесение языком. И это ханафиты. И следующий вопрос. Является ли неверием дружба с неверными? Аль-джавабу ответ – Дружба с неверными запрещена и недействительна. Если человек любит то, на чём они находятся из неверия, то он становится неверующим. И следующий вопрос. Автор в трёх основах говорит, то есть слова автора «До смилуется над ним Аллах в трёх основах». Что каждый мусульманин и мусульманка обязаны изучить эти три вопроса. Является ли эти три вопроса пределем обязательного для изучения вероубеждения? Аль-джавабу ответ – Это один из самых важных вопросов вероубеждения. И следующий вопрос. Некоторые из тех, кто смотрит матчи, опаздывают на коллективную молитву, чтобы ничего не пропустить с матча. «Влияет ли это на их единобожие и их любовь к Аллаху?» Аль-джавабу ответ – «Да, это уменьшает, снижает их единобожие». «Поскольку они отдали предпочтение любви к игре, а не послушанию Аллаху Святу невелик». Они отдавали предпочтение любви к игре и наблюдению за ней, а не тому, что любит Аллах. Так как Всевышний Аллах говорит «Скажи, есть ли ваши отцы, ваши сыновья и ваши братья?» Сура Тауба, аят 4. И следующий вопрос. Суалун, «Хал Тадави биррукият хи?» «Ва гайриха, мин васа или Тадави фи хи наксу фи л-имани?» Взивает ли ли чене с помощью руки и других методов? Нехватку веры, то есть лечение с помощью руки и других методов влияет ли на вероубеждение или на веру человека? Лечение дозволенными лекарствами является одной из причин, которую разрешено принимать, однако, наряду с упованием на Аллаха. Свят он и велик. «Ва ла ютра кул асбабу ва юхаду тавакулу факат» «Не следует отказываться от причин и полагаться только на упование», то есть не следует оставлять причины и брать только упование. «Ва ла юхаду тавакулу ва ютра кул асбаб» «И также не следует полагаться на упование, оставляя причины». «Вернее, надо соединить их вместе». «Хаза тарику ахли л-иман аль джамуу байна фиалил асбабин нафи'ати маа тавакули ала Аллахи Субханаху ва Та'ала». «Это путь людей веры, совмещающих благие дела с упованием на Аллаха». «Ва ла юхаду сабабун мубахун» «Лечение является дозволенной причиной». И следующий вопрос, последний вопрос, суалун «Баййн лана кайфа якунул джаму байна махаббатил валиди ли ауладихи ва махаббатихи лиллахи Та'ала». «Объясните нам, как сочетается любовь отца к своим детям и его любовь к Аллаху Всевышному?» «Али джавабу ответ наам да, иза тагарадат махаббатухум маа махаббатиллахи». «Если их любовь противоречит любви к Аллаху, ва каддамта махаббатахум аля махаббатиллахи». «То ты отдал предпочтение любви к ним». «Ау тарактал джихада фи сабилиллахи, ва хуа мутаайяну алик». «Или ты оставил джихад на пути Аллаха, и в то время джихад является обязательным для тебя». «Ау тарактал хиджрата мин аджли тамаи фил ватани, ау фил валади, ау фил маскини». «Или ты оставил переселение ради привязанности к родине, к ребенку или жилищу». То значит, что любовь к этим вещам ставится выше любви к Аллаху, и это не дозволено. И наша лекция по этой книге подошла к концу. «Субханака ва бихамдика ашадалайла антастагфирука ва тубилейка. Ахиру джихвана анилхамду лиллахи роббилаламин».